всех приветствую друзья сегодня тоже интересная тема которая будет волновать всех пчеловодов это борьба с осами и шершнями и также еще одна тема тоже весьма интересная будет для вас сначала посмотрим что нам пишут тут или пчеловоды 1059 год 8 но номер какие методы они применяют и что они имели какую практику я думаю будет вам интересно и возможно что вы сами сможете использовать эти методы для борьбы с этими насекомыми которые вредят пчелам и пчеловодам доставляют неприятность немалый вред причиняет пчелам осы и особенно шершни осы воруют мед в улях и сильно беспокоят пчел ну естественно также осы не только мед они и пчел могут нападать хватать кушать это настоящие волки как и шершни а шершни это если можно сравнить это похоже на львов и тигров а шершни прямо нападают на пчел убивает их пчеловод чернов за трое суток сумел выловить множество ос напавших на его склад на пасеке где хранилась сушь он применял против них простое и довольно известное средство наполненные до половины объема водой с сукрусом бутылки горлышки сверху и внутри бутылок смазал медом и подвесил у склада осы с азартом стали лезть бутылки на них наседали новые нижние падали внутрь бутылок за денег набиралась в ловушку до половины бутылки следует развешивать пасмурную погоду или в такие часы когда пчелы не летают иначе и они попадут в бутылки шершни очень часто занимают свободное улья поселяется вблизи пасек иногда устраивают гнезда в ящиках и корзинах развешиваемые пчеловодами в лесах для улавливания бродячих райов пчеловод туровец деревня рябка гомельская область это белоруссия прислал в редакцию письмо в котором сообщает что он подвесил лесу колоду с намерением потом посадить нее рой через некоторое время в колоде поселились шершни сделали гнездо и размножились но вскоре как пишет товарищ туровец когда я пришел в лес то увидел что сюда подлетел большой пчелиный рой и стал кружиться около колоды на моих глазах рой упорно пошел в наступление через щели колоды на гнездо шершни видимо с целью выгнать их но шершни яростно перекусывали пчел и сбрасывали их на землю падали сверху и шершни имея на себе по 3-4 жаривших их пчелы пчелы не щадили и меня стоявшего около сосны но шершни занятые борьбой сверху не жарили а между тем достаточно было пять-шесть укусов чтобы я свалился замерто так как подобная порция равносильно было ужалению семьи в конце концов все обошлось благополучно и к моему удивлению пчелиный рой отдалел шершни эти пчелы и сейчас живут у меня и успешно борются с воровками то есть в то время они жили естественно сейчас они уже прошло 70 лет приблизительно так 60-70 так что вот такая вот информация друзья по пчелам и осам небольшая таких различных информации мы имеем множество велико ну хотел вот небольшую такую информацию дать вам еще хочу добавить вам интересную информацию эта информация такого порядка я уже давал как интересный способ оттяжки вощины тут написано так использование восковой стружки для ускорения строительства сотов это небольшая статейка но она усовершенствованный способ я думаю вам понравится в журнале пчеловодство номер 7 за 1957 год была напечатана заметка зеленская об опыте использованием восковой стружки для строительства сотов сообщение это произвело на меня огромное впечатление я решил проверить его на своей приусадебной пасеке это уже проверяли те способ которые я уже печатал если кто хочет может посмотреть и найти ускоренная оттяжка вощины интересным способом мое видео есть уже это следующая добавочная информация 11 июня 58 года из гнезда семьи занимавшись 16 рамок я отобрал все рамки с расплодом кроме одной с молодыми личинками засевом на которой была и матка а также рамки с медом в улей оставил всех пчел рамку с открытым расплодом и рамку с медом и пергой то есть две рамки всего осталось по ту и другую сторону расплода поставил 7 рамок с вощиной на дно улья положила лист белой бумаги ввиду того что взятка в природе не было вечером за вставную доску гнезда этой семьи поместил кормушку с 250 граммов сахарного сиропа а на рамки как это рекомендует товарищ зеленский насыпал 40 граммов восковой стружки на второй день утром я увидел поразительную картину вся восковая стружка была забрана пчелами и две рамки вощины были отстроены на семьдесят пять процентов на остальных пчелы также приступили к отстройке сотов в течение восьми дней ежедневно на ночь я давал пчелам восковую стружку и сахарный сироп гнездо хорошо утеплил рамки отстраиваемые на отстраиваемые на две трети я систематически вынимал из гнезда почти уже отстроенные на их место помещал рамки с начатками сотов а освобождавшееся место подставлял новые рамки с вощиной за этот период семья отстроила 16 гнездовых рамок без единой трутневой ячейки следует отметить что пчелы охотнее используют восковую стружку толщиной близко к естественным восковым пластинкам стружку более толстую пчелы частично выбрасывает из уля стружку я это очень острым ножом с выпуклым лезвием регулируя нажатием руки можно получить восковую стружку любой толщины второй опыт я провел 27 августа того же года когда пчелы готовили к зимовке в это время пчелы не охотно брали восковую стружку и за 10 дней отстраивали только пять рамок проведенные мною опыт и позволяют сделать следующий вывод способ ускоренной отстройки сотов из подставляемой пчелами восковой стружки представляет большой практический интерес пчеловоды в короткий срок смогут заготовить недостающее количество сотов состоящих только из пчелиных ячеек и тем самым поднять продуктивность пасек заканчивая хотелось бы задать вопрос почему институт пчеловодства и станции пчеловодства до сих пор остаются в стороне от такого предложенного метода почему не публикуются для всеобщего обсуждения отчеты научно-исследовательских учреждений по пчеловодству кофтун город харьков вот такая вот статья вот такое использование это человек как говорится решил проверить если вы решите проверить и испытать это очень хороший метод для начинающих пчеловодов и для тех которые имеют уже опыт быстро отстягивать и новые соты особенно как говорится в безвзяточный период это было первый раз он пишет 11 июня когда взятка не было то есть немножко сахарного сиропчику и а пчелы в это время практически если взятка нет не тянут и он использовал безвзяточный период итак друзья если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь и давайте комментарии вопросы будем стараться иметь с вами беседу до встречи а